В руках тюльпаны, в глазах огонь. В преддверии 8 марта на входе музыкального театра мужчины не пропускают ни одну даму. Каждая по весеннему букету солнечных тюльпанов. Таких букетиков ровно 1250 по количеству приглашенных на праздничный концерт. В последний рабочий день недели эту часть прекрасной половины не стали задерживать в офисах и кабинетах и отпустили на праздник, чтобы морально подготовиться перед главным торжеством. Нам очень сильно повезло как в жизни, так и на работе. Внимание мужчин, скажем так, оно окружает нас всегда повсюду и не только 8 марта. Конечно же в этот день внимание мужчин, оно более особенно такое и с теплотой, и с заботой. Сегодня с самого утра к нам приходят наши мужчины, поздравляют, дарят цветы, подарки. Очень приятно это повышенное внимание. Ну конечно же бы хотелось, чтобы такой праздник был не только раз в год. На Кубани живут такие женщины, на которых нельзя не обращать внимания и не уделять внимания. Даже если мужчина забудется, женщина о себе напомнит. Особое почтение в преддверии Международного женского дня тем, кто оставался прекрасными даже в совсем не женские времена, когда, будучи слабым полом, показывали, насколько они сильны во время Великой Отечественной и первые послевоенные годы. Я еще очень маленькая была в послевоенное время. Радость всегда была. Уже со сцены поздравления звучат не только тем, кто пришел на концерт, но всем дамам. Ведь именно слабый пол делает мужчину сильным, заметил губернатор. Александр Ткачев отдельное спасибо сказал ветеранам, тем женщинам, которые наравне с мужчинами отстаивали мирное небо над головой. В этот замечательный весенний день наши главные поздравления тем женщинам, чья молодость пришлась на военное время. Кто сменил летнее платье на серую шинель и керзовые сапоги. Кто ждал любви, а вместо этого вытаскивал раненых из боя, по 14 часов стоял у станка и едва ли не голыми руками убирал хлеб. Ваш подвиг бессмертен. А главное, вы, наши дорогие, любимые мамы и бабушки, научили нас быть мужчинами, побеждать вопреки всем трудностям и внешнему давлению. И за это мы будем вам благодарны бесконечно. Сейчас тоже время непростое. Кризис так или иначе коснулся каждого из нас. Но я вам еще раз обещаю, что мы, мужчины, сделаем все, чтобы ваши хрупкие женские плечи не почувствовали этих тягот. Чтобы вы были уверены в завтрашнем дне. Женщина прекрасна в любом возрасте. В любом возрасте она красива. Я от имени всех депутатов Кубани, мужчин, хочу поздравить всех женщин в вашем лице, присутствующих здесь, с этим замечательным праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, чтобы вы никогда и ни в чем не унывали. И пока дамы смотрят концерты, ищут красивые наряды, мужчины отчитывают время до главного женского дня в году. И наверняка попытаются сделать все, чтобы он стал самым незабываемым для каждой женщины. Они хотят куда-нибудь уехать и быть красивыми всегда. Они хотят любви и ласки. И практически все говорят, что обожают получать цветы на 8 марта, но обижаются, если даришь только их, пожалуйста. Для мужчин остались самые напряженные часы. Поиск подарков и сутки на решение неразрешимой задачи. Чего она все-таки хочет. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.